Вы только посмотрите на этот онлайн, 80 игроков, 50, 70, что же с адвансом такого случилось-то? Давайте лучше мы зайдем в игру и сами все выясним. Ну что ж, я уже зашел на сервер и я вот смотрю, на AVLV никого нету, то есть сервер как будто пустой. И онлайн действительно сейчас составляет 85 игроков. А все дело в том, что сейчас как бы 6 утра, ё-моё, а Малфою не спится, нужно видос снимать. Честно говоря, в такое раннее время я давно уже не играл. Если мы пробьем команду слэш админс, я один админ в сети. И сейчас мы сможем проследить за каждым игроком, кто сейчас находится на сервере. Потому что этот никнейм Кен Мальборо никто не знает и это будет по-своему интересно. Мне пришла в голову идейка, давайте мы пропишем команду слэш промо ст, нажмем на мой промокод, количество игроков онлайн. То есть люди, которые вот ввели мой промокод, сейчас вот на сервере 14 человек. Это я вам скажу хороший результат, плюс Малфой на Каптуры это еще 4 человека. То есть, ну все-таки спасибо, друзья, что играете вместе со мной. Ну что ж, мы начинаем с первого игрока, это нулевой айдишник. И что он делает? Правильно, а пока на паузе. Если мы с вами пропишем команду слэш лиадерс, то мы увидим, что все лидеры оффлайн. Я вообще думал, что лидеры наоборот утром играют, отыгрывают свою норму, ну ладно. Наблюдаем за первым айдишником, он тоже в АФК, окей. Если мы перейдем за вторым, но он по сути тоже в своем доме стоит и тоже АФКшет. Хорошо, третий у нас айдишник. Действительно, Томас Лаурен занимается вот шахтой, а возможно это даже бот. Знаете, этот персонаж вообще банихопит, но я думаю, боты уже и до такого дошли, что могут спокойно там прыгать, скакать. Ладно, давайте мы напишем, вы тут? Опа, Форест Нилсон, админ зашел в сеть, привет, привет. Передал сообщение по рации, опа. Это походу какой-то там, знаете, УСБГшник, да? Который чисто слил информацию своим дружкам, чтобы они не читерили, окей. Давайте поздороваемся с админом QQ, почему ты так рано не спишь? Норму отыгрываешь? Проснулся уже? Не-не. Администратор Форест Нилсон просматривает данные игрока Мэтью Риган. Только что вот проверили 5 аккаунтов на регданные, и по всей видимости все окей, никого банить не надо. По поводу нормы, насколько я знаю, администраторам запрещено отыгрывать всю свою дневную норму утром. Потому что как бы онлайн на сервере маленький, соответственно, репорта меньше, читеров меньше. Просто вечером в пик онлайна, допустим, 700-800 игроков, ну согласитесь, что сложнее адменить. Давайте мы пройдемся еще по айдишникам. Какая-то Элли Адамс чисто АФКшет, правда она утонула, но ладно. Шестой игрок у нас на паузе. Ааа, посмотрите, здесь очень много всяких РП-сонщиков, я так понимаю. А седьмой айдишник у нас играет, то есть все-таки люди чем-то занимаются. Только что пришел репорт, админ вытащи фуру пацану, что случилось? Какая фура? А ну-ка давайте телепортируемся и поможем игроку, что у него там стряслось. А ну-ка. Ааа, я понял в чем прикол. Это, короче, машина для ограбления. Он спустился вот так вот и выехать отсюда не может. Ха-ха. Представьте, какой тупо попадос. Они загрузили почти 25 вещей. И как бы выехать отсюда, ну нереально просто. Опа, тут еще какой-то мент или это соучастник. Давайте поможем чисто вот подружески. 67.1. Отойдем. И тпшнем его вот сюда вот. Во. Как бы понять можно. Пускай едут и грабят дальше дома. По сути нужно же как-то денежки зарабатывать. Ну что ж, поехали дальше. Давайте мы последим за восьмым игроком. И я смотрю, что на адванс уже наконец-то вернули рулетку. Давайте, кстати, протестируем эту обновку. Так, вот мы видим обменный аппарат. Смотрим, курс остался таким же. Покупка монет. Это понятно. Так, меня интересуют столы. Что-то изменили? А нет. Типа, как и было, так и осталось что-то. Объяснить этот факт действительно невозможно. Ну типа на часах как бы шесть утра, а кентик себе просто играет в рулетку, балдеет, кайфует. Не будем ему мешать. Наблюдаем за девятым айдишником. Он тоже по всей видимости афкшит. Десятого игрока вообще нету. Куда-то бежит, прыгает. Возможно это даже читер. Давайте мы ему немножечко поможем. Сообщение по рации. Что за рация такая? Кому он передал эту рацию? Где они общаются? Я так и не понял. Давайте поможем данному игроку и тупо создадим ему велосипед. Стой, стой. О, велик появился розовый. Вот, держи. По сути мне не трудно написать одну команду, зато я помогу новичку. Идем дальше. Двенадцатый айдишник у нас прокачивает скиллы. И кстати у него какой-то подозрительный ник. Давайте мы напишем, спросим. Вы тут? Возможно это даже какой-то бот. Давайте уточним ответ в обычный чат. Профлудим. Возможно он не увидит. Нет. Тихо. Ну. Нет, все-таки это настоящий игрок. Все. Приятной. Игры. Опа. Кто-то там сдохло. Пошли забираем. Опа-опа. Это что у нас? От взрыва. Здесь какие-то движухи происходят. Бомж совместно с полицейским там что-то мучит себе. Алиса Транс епучий. Плюс. Ненавижу таких. Про какую Алису они имеют ввиду? Алиса Стейр возможно? Тридцать третий айдишник? А ну-ка. Я тут увидел, что администратор Форест Нилсон вот кого-то тут телепортировал. По всей видимости, чтобы эти вот РП-сонщики, которые умерли и оказались в больнице, не мешали проходу, их админы телепортируют вот в сторонку. По сути, это такой вот маленький секрет, кто не знал. Чтобы циферка на сервере казалась чуть больше, приходится РП-сонщика вне кикать. И эти вот кенты приехали в больницу и уже доколепались до какой-то Алисы Стейр. В любом случае, это как бы не запрещено. Можно и до трансов докопаться. Дальше мы следим за шестнадцатым айдишником. Он себе чисто вот балдеет в своей хате. Сделал ремонт и можно почилить. Идем дальше. Семнадцатый тоже в своем доме. И по сути, в такое время, большинство игроков, ну, ничем не занимаются. Они чисто прокачивают левел на аккаунте РП-сном. Ну и по сути, качают себе зарплату. Это как бы не запрещено. На адванс РП-блуд, там где я играю, РП-сон разрешен. Восемнадцатый айдишник тоже балдеет. Но только уже посмотрите, в каких хоромах. Себе отель снял. Ладно, девятнадцатый айдишник у нас... Опа! Я смотрю, это очень олдовый игрок. Имеет девяносто пятый уровень. Элитный дом. Стройматериалы ЛВ. Топовый бизнес, между прочим. И он АФК-шит в РП-сне. Слежу за двадцатым айдишником. И походу, это тренировка по стрельбе. Они шо, тебе скиллы таким образом прокачивают? Че шо? Ну, посмотри, посмотри. Давайте мы пропишем админскую команду. А скилл Плая Эль Токада. Он прокачивает себе скиллы на АК-47. По сути, это тоже не запрещено. Пускай делает. И я смотрю, Форест Нилсон выдал предупреждение игроку Энтони Моретти. Пришла жалоба. В тридцать одну секунду. И в сорок четыре секунды он уже получил наказание. Поэтому админы утром тоже сидят и наказывают нарушителей. Посмотрите, этот вот ДМщик уже зашел обратно в игру и пишет в репорт. Чего? Ну да, действительно, ДМил. Чего-чего. Почему я получил ВАРН? Можно как-то заменить. Вы вдумайтесь. Он сливал бомжей в больнице. Вот администратор уточняет. И он хотел, чтобы ему выдали Джайл. Ну, по сути, этот парень сам знал, на что идет. Ну, блин, они АФК стояли. То есть, сначала он быкует на админа. Типа, чего? Почему я получил ВАРН? А теперь, ну, блин, они АФК стояли. Честно говоря, я в шоке с игроков. Сначала включают Барзату. Хотя, по сути, они виноваты. И требуют заменить ВАРН. Не, братик. Сиди теперь с Вареником. Это шо? Это шо такое? Я не понял. Друзья, я сейчас наблюдаю за 42-м айдишником. Где он вообще сейчас находится? Почему у него дом? Дом создан с каких-то странных объектов? Это вообще дом? Это набор просто каких-то элементов? Что он вообще придумал? Что это вообще такое? И, походу, это какой-то багаюзер даже возможно. Смотри, смотри. Он двигает стену. Так. Хоба-хоба. Сюда. У меня сейчас только один вопрос. При каких обстоятельствах у него случилась вот такая вот билиберда в доме? Давайте у него даже спросим. Привет, Малфой. Опа, меня даже узнали из такого вот твинг-аккаунта. Рассказываю. Давайте реально послушаем, что же произошло-то. Построил я, значит, себе домик. Вроде нормальный, но была проблема с одной комнатой. Пришел челик, сказал, давай помогу. Говорит, все нафиг убирай. Я разбросал все, чтобы чистая была инта. Он взял и офнулся. Теперь что-то леплю. Уже надоело. Блин, друзья, мне его так жалко. Прикиньте, это страшно. Это реально страшно. Все у тебя получится, брат. Реально жалко игрока. Ну, представьте, блин. Кому было интересно, что происходит на сервере в 6 утра по московскому времени от лица админа, по сути, вы получили ответ на свой вопрос. Спасибо всем огромное за просмотр. Играю на Advance RP Blue. Всех люблю. Спасибо. Спасибо.